Добрый день, у микрофона Никита Филиппов. Сегодня говорим о тонкостях оформления Европротокола. И у нас в студии старший инспектор управления ГИБДД, майор Юрий Крючков. Юрий Александрович, добрый день. Добрый день. И страховой агент из Ханты-Мансийска Антон Андрейцев. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Антон, но первый вопрос, наверное, к вам. Давайте напомним для начала, что такое Европротокол. Как его составлять и что с ним делать дальше после дорожно-транспортного происшествия. Я постараюсь простым языком объяснить некоторые сложные вещи. Что такое Европротокол? Европротокол – это упрощенная форма оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Применить эту форму возможно, если в ДТП участвовали только два транспортных средства, а у обоих участников ДТП автомобили застрахованы по полюсу ОСАГО. В результате ДТП не нанесен вред жизни и здоровью водителей и пассажиров, а также окружающему имуществу. И у участников нет разногласий по ДТП. Они уже самостоятельно определили виновника и пострадавшего. Здесь я подчеркну то, что максимальная сумма выплаты пострадавшему в ДТП по Европротоколу в нашем регионе составит 100 тысяч рублей. Я вас перебью. То есть человек на глаз должен определить, ущерб составил 100 тысяч рублей или нет? Участники должны самостоятельно определить ущерб автомобилю виновника, пострадавшего, прошу прощения. И да, это примерный расчет. Ну а что касается составления протокола. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Водители видят, что сумма ущерба здесь действительно небольшая. Они составляют Европротокол по правилам, которые априори вроде как каждый должен знать. Я ведь прав? Да, конечно. При оформлении полиса ОСАГО каждый страховой агент должен объяснить, как заполняется Европротокол. К каждому бланку Европротокола прилагается инструкция по его заполнению. И вообще Европротокол заполняется достаточно просто. Это самокопирующийся бланк. На лицевой его стороне пострадавшая сторона заполняет столбец А, виновник – столбец Б. Участники согласовывают схему ДТП. И далее самокопирующийся бланк делится на два, и оба участника ДТП заполняют на обороте объяснение. После оформления Европротокола у каждого участника есть не более пяти суток для предоставления своего экземпляра в свою страховую компанию. Здесь также подчеркну, что предоставление Европротокола виновникам, стороне виновника, страховщику, своему страховщику, обязательно. Иначе к первому могут быть выдвинуты регрессные требования. Хорошо, спасибо. Юрий Александрович, но когда все-таки без сотрудников ГИБДД при дорожном происшествии, при дорожной аварии не обойтись? В настоящее время правила дорожного движения говорят довольно-таки просто, что в случае, если ДТП не может быть оформлено по Европротоколу, водители обязаны сообщить о данном факте в полицию для получения указаний о месте оформления происшествия. Обстоятельства, которые необходимо учитывать, мой коллега в настоящее время озвучил, поэтому я к ним возвращаться уже не буду. То есть, если один водитель признает себя виновным? Да, в данном случае надо просто учитывать, что обстоятельства происшествия не вызывают разногласий участников, сумма ущерба до 100 тысяч, участников всего двое, физически никто не пострадал. Зачастую бывает, что ДТП происходит в достаточно людном месте, на автодороге, на которой серьезный трафик. Возможно ли сразу после ДТП убрать автомобили, чтобы помочь автолюбителям двигаться дальше? В данном ситуации это даже не возможность, а обязанность водителей, предварительно зафиксировав положение транспортных средств, повреждение транспортных средств, объекторы дорожной инфраструктуры, освободить проезжую часть. Даже если не европротокол, а, собственно говоря, нужен вызов сотрудников ГИБДД, в любом случае нужно освободить проезжую часть. Нужно ли при этом сфотографировать? Обязательно нужно зафиксировать положение транспортных средств любым возможным способом. Фотозапись, видеозапись на телефоны, то есть в настоящее время возможности для этого достаточно. Антон, вопрос опять к вам, как к страховому агенту. Какие распространенные самые ошибки совершают сегодня водители при составлении европротокола? Вы наверняка ежедневно с этим сталкиваетесь. Вы знаете, к сожалению, главные ошибки происходят не во время составления европротокола, а до и после оформления ДТП как раз по европротоколу. Потому что в 30% случаев люди не знают о максимальной выплате 100 тысяч рублей и неверно оценивают происшедшую ситуацию. В 60% случаев участники ДТП знают о максимальной выплате 100 тысяч рублей, но неверно оценивают ущерб транспортному средству, нанесенный, собственно. И, соответственно, это уже ошибка. И виновники в 40% случаев не предоставляют экземпляр европротокола страховщику, что, напомню, впоследствии чревато регрессом. Страховая компания вправе взыскать сумму ущерба с виновника. А что будет в том случае, если ущерб неправильно оценили и сумма будет больше 100 тысяч? Ну вот это уже факт, данность, протокол составлен, он у вас. К сожалению, здесь над этим работает и Центральный банк, и, по-моему, сотрудники ГИБДД. Это вопрос очень спорный, открытый. Я рекомендую настоятельно, исходя из всего вышесказанного, если у вас есть сомнения при ДТП, позвоните своему страховому агенту и попросите его о помощи. Если потребуется, если будет такая возможность, страховой агент может выехать на место ДТП и помочь заполнить все документы, оценить ущерб. Собственно, это люди, которые каждый день сталкиваются с подобными ситуациями и уже могут как-то более правильно оценивать ситуацию. Да, тем более ущерб – это вещь такая двоякая. Профессионалам куда виднее, какая действительно здесь сумма ущерба. Допоним, коллега, что в данной ситуации, учитывая, что потерпевший больше 100 тысяч не получит от страховой, ему необходимо дальше в судебном порядке, либо в добровольном порядке, с виновника удерживать оставшуюся сумму. Только через суд. Юрий Александрович, ситуация следующая. Когда в дорожно-транспортном происшествии участвует один автомобиль, ну, скажем, банальная история, когда задет фонарный столб, что в этой ситуации делать водителю? В данной ситуации, в соответствии с правилами дорожного движения, водитель обязан сообщить о случившемся в полицию и получить информацию о месте оформления ДТП. Все. Все просто. Антон, в этом случае, я так понимаю, в страховую компанию обращаться бесполезно, если нет полиса добровольного страхования. Если нет полиса КАСКО, да. Да. Даже если столб в этой ситуации виноват. Конечно. Большое спасибо за содержательную беседу, ответы на острые вопросы, которые волнуют многих водителей. О тонкостях оформления Европротокола мы сегодня говорили. Большое вам спасибо. 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 Спасибо.